18 катков с искусственным покрытием будут работать с этой зимой в центре Москвы. Готовить ледовые площадки уже начали во многих крупных парках столицы. На ВДНХ открытие намечено на 28 ноября. Как ожидается, этот каток станет самым большим в Европе. Он займет всю центральную часть выставочного комплекса, а ледовые дорожки проложат вокруг фонтанов каменный цветок и дружба народов. Всю территорию разделят на зоны. Там будет и детская площадка, и хоккейная коробка, и пространство для экстремалов. А в середине катка возведут мост в виде переливающихся волн. Любителей фигурного катания ждут и в парке «Сокольники». Там каток откроется 15 ноября. Здесь очень хороший каток. Замечательно. Здесь даже есть курсы определенные, где учат деток кататься. И очень хорошо. А вот в парке имени Горького ледовую площадку откроют 14 ноября. В этом году оформить каток решили в стиле поп-арт. На льду установят фигуры в виде попкорна и губной помады. А борта обклеят коллажами в стиле Энди Уорхола. В этом году у нас в парках работает 30 катков. Из них 18 – это искусственные катки и остальные – натуральные. Также новые катки у нас появятся на Поклонной горе, появятся в музее-усадьбе Люблино, в новом парке «Садовники» и еще в нескольких парках. Катки зальют и во многих дворах, и в народных парках. Эти кадры сняты на Ленинском проспекте, где работа в самом разгаре. Кроме того, в зонах отдыха появятся снежные горки, тюбинговые и лыжные трассы, заработают рождественские ярмарки. Ну а пока...